всем привет сегодня мы поговорим о вычислительной сложности алгоритмов мы рассмотрим такие вопросы что такое big notation почему мы используем именно синтетические оценки как нам потом интерпретировать эти оценки чтобы получить какие-то оценки секундах или еще в каких-либо единицах как мне оценить сложность моей функции вообще любой другой функции также покажу некоторые практические примеры приведу сложности операций на стандартных контейнерах и некоторых функций из std алгоритм для чего нам вообще нужно знать сложность алгоритма ну можно предположить что для того чтобы знать какое время и сколько памяти та или иная функция будут требовать при тех или иных параметрах например многие из вас знают что там bubble sort работает медленнее чем quick sort но почему все ли знают почему так и в каких единицах как бы это измеряется что быстрее сегодня мы поговорим об этом сначала я веду определение о big notation тут может слегка сложная математическая формула что это означает что f от n принадлежит множеству функций о же от н если функция функция f от н ограничена сверху функции g от н ну ниже вот эта запись этому соответствует ну кому более интересно могут разобраться в этом питание давайте посмотрим небольшой пример у нас есть две функции первая которая работает 50 n плюс 99 операций а вторая работает n квадрат плюс 5 операций при маленьких n мы смотрим что 50 n плюс 99 работает дольше сначала можно привести прийти к выводу что она хуже потом мы проверяем при n равном 20 она все еще дольше работает и n равное 50 и 100 а потом мы смотрим n равное 10000 и мы видим что вдруг она начинает работать быстрее чем n квадрат плюс 5 почему же так можем посмотреть на графики этих функций сначала действительно она имеет большее значение чем n квадрат плюс 5 однако спустя уже небольшой промежуток времени она резко вырывается вперед и можно уже сделать другой вывод что все таки функция n 50 n плюс 99 лучше почему так потому что главное именно скорость роста функции если мы будем использовать определение о big notation можно преобразовать наши формулы более простому виду мы можем отбросить все константы которые не влияют на кратность n то есть вот если 50 n мы можем отбросить 50 а если n в квадрате квадрат мы не можем отбросить но и в итоге если отбросим все константы то мы получаем что асимптотические оценки этих функций ну и видно что n квадрат работает хуже чем от n соответственно первая функция быстрее чем вторая хотя изначально могло показаться наоборот ввиду некоторое определение что функции что от 1 называется константная сложность от логарифм n называется алгоритмической сложностью от n линейной n квадрат квадратическая некоторая константа в степени n это экспоненциальная сложность ну приведу несколько еще примеров математических например что вообще вот это за значение в левой части это теоретическое точное количество операций выполняемых алгоритмом но зачастую они неизвестны но ради примера можно показать равенство некоторых выражений что например 100 n в кубе разделить на n 2 плюс 123 все это равно n куб почему так потому что 100 это константа n разделить на 2 разделить на 2 мы можем отбросить и плюс 123 тоже можем отбросить у нас остается n куб плюс n почему мы n отбросили потому что n оно настолько мало по сравнению с n куб что мы можем его вообще не учитывать и почему мы вообще можем отбрасывать константы потому что логично что константы это такие числа которые не зависят от входных данных и ну грубо говоря какие данные мы не ввели все время эти показатели одни те же и на общую асимптотику они не влияют асимптотические вот эта вторая функция сильно сильно лучше чем первая хотя ну именно ну понятно что с такой сложностью никто такую функцию использовать не будет но именно асимптотические она лучше о от 99999 это тоже все еще константа потому что какое какое бы мы n туда не ввели оно все время будет за определенное время работать работать ну и так далее что вот интересный еще пример с алгоритмами что может многие из вас замечали что в сложностях алгоритм например пишут n log n а что может быть основание логарифма это все потому что если мы преобразуем наши логарифмы в какой-либо другой вид там по формуле расписать можно то выяснится что это тоже константа то есть там логарифм n по основанию 2 равен логарифму n по основанию 10 и вообще по любому основанию теперь я покажу более практические примеры например тут показаны время работы тех или иных функций при разных параметрах n видно что линейная функция работает очень быстро за секунду или меньше даже при н равное миллион потом n n log n например это какой-нибудь там мерч сорт то есть он тоже работает довольно быстро при миллионе 20 секунд а n квадрат уже видно что сильно хуже с 20 секунд резко вырастает до 12 дней а при n кубе еще более резко вырастает до 30 до 31 но и тысячи лет о чем это все свидетельствует вот именно как раз об асимптотике что главное именно скорость роста пусть при каких-то маленьких значениях может она работает хорошо но потом когда вы захотите масштабировать вашу функцию на какие-то боль больше н то все может стать очень резко плохо именно для этого и нужны все эти оценки чтобы примерно предугадать хватит ли вам вычислительной сложности той или иной функции для ваших целей так же можно посмотреть на графике тут как раз можно хорошо наблюдать скорость роста что вот например логарифм растет очень медленно от n тоже n log n терпимых ну скажем так а вот уже начиная с n квадрата все становится очень плохо что такие функции лучше не использовать если это не какая-то специфическая задача там и так далее ну теперь несколько слов что такое вообще н н это длина наших входных параметров например мы хотим посчитать сумму элементов массива в данном случае n это будет размер массива ну и так далее как мне теперь вот получил я эту свою асимптотическую оценку как мне ее перевести там секунды миллисекунды и так далее потому что эти математические формулы не дают сильно информации скажем так как это можно сделать например мы берем считаем время работы при каком-то заданном n и считаем значение нашей функции потом мы хотим узнать сколько же будет эта функция работать при другом n ну и мы просто делаем пропорцию из уже с какого-то одного посчитанного числа ну так же это все еще именно надо запускать на каком-то конкретном компьютере чтобы узнать то что это сильно зависит от процессора и так далее ну несколько сложностей известных алгоритмов вам quicksort n log n bubble sort n квадрат линейный поиск от н бинарный поиск с алгоритма тем мы пи и множение матриц обычная за несколько дополнений еще что сложность и вообще алгоритм может зависеть от нескольких переменных не обязательно только от n может быть еще м и еще очень много других параметров также асимпетическая оценка это не только про время это может быть ну в рамках программирования например еще память тоже асимпетически оценивать также все эти оценки поделены на четыре группы например вот у мерч сорт сложность n log n она всегда а например у quicksort сложность n log n она в среднем а в худшем случае может быть n квадрат а в лучшем от n то есть мы делим наши оценки на лучшем случае в худшем случае в среднем и всегда наконец-то переходим к c++ несколько простых примеров от функция которая суммирует элементы нашего массива видим сначала объявление переменных это все константное время выполнения а потом мы видим массив цикл в котором произойдет n итераций и в каждой из этой итерации будет выполняться константная операция но в итоге если мы все это сложим то у нас получится о от n то есть асимпетическая сложность работы функции суммирования это о от n теперь посмотрим на всем известный bubble sort то же самое объявление переменной константа потом мы видим цикл который выполнится n итераций а потом внутри него это важно что именно внутри него еще один цикл который тоже будет но если раскрыть вот эту сумму то это тоже получится от n и то есть у нас есть цикл который выполняется от n и внутри него еще один цикл который выполняется от n то есть мы их не суммируем а именно перемножаем и получается что у нас сложность bubble сорта это n квадрат также чтобы правильно оценивать сложности ваших функций вам всегда нужно знать сложности всех функций которые вы используете например из сторонних библиотек или это даже не обязательно из сторонних но в общем нужно знать потому что вот например у нас есть безобидная функция суммирование кубов от 1 до n мы ожидаем что это будет линейная сложность потому что все очень просто проход от 1 до n и возвести в кубы это канта но тут у нас есть загадочный класс математика и мы решаем решили его использовать все прекрасно запускаем а наша функция почему работает недопустимо много почему же так потом мы заходим в эту функцию масс и мы смотрим что эта функция куб написано отвратительно что она работает за n куб хотя предполагалось что она будет работать за констант но это такой очень практический пример на самом деле вот можно столкнуться с такой проблемой мы в цикле делаем какие-то операции над контейнерами ну и например почему-то мы решили что функция у стд вектор рейс работает за констант ну почему-то мы так решили а потом мы видим что наша функция работает это очень долго потом мы полезли смотреть спецификацию функции рейс и смотрим она работает за от н ну то есть как бы в чем ключевой момент что нужно чтобы правильно оценить сложность свои функции нужно всегда смотреть на на сложности тех функций которые мы используем сторонних также я вот часто видел такую ошибку что люди удаляем дубликаты за n квадрат но это тоже чисто практический пример например у нас есть массив входных данных и мы просто берем сравниваем каждую пару ну да каждую пару в этом массиве если они равны то потом мы удаляем ну соответственно это точно так как в бабл сорте каждый с каждым сравните это уже n квадрат это очень медленно потому что можно сделать быстрее вот быстрый вариант удаления дубликатов мы берем сортируем массив наших входных данных что можно сделать со n log n например стд сортом а потом мы берем линейно проходимся и смотрим смежные пары то есть все наши дубликаты теперь находятся вместе и мы можем за один проход удалить все дубликаты в итоге такая функция будет работать n log n это будет сильно быстрее хочу некоторую оговорку насчет этого сделать вот этот предыдущий метод имеет смысл только в одном случае когда тип данных нашего входного вектора это не int а какая-то очень сложная структура для которой сложно переопределить операцию меньше или вообще нельзя или например мы хотим также можно удалять дубликаты с помощью std set или std unordered set для unordered set нужно будет перегрузить функцию хеширования в общем если сложно перегрузить операцию меньше или хеширование то вот это конечно имеет смысл но это все еще так же остается медленно в других в любых других случаях желательно использовать что-то типа такого ну также еще оговорюсь что это учебный пример например есть функция std unique которая применяется к отсортированному массиву но это вот ровно то что у меня в нижней части сделано также можно ваш массив преобразовать в set это тоже будет работать за n log n ну вот не надо делать вот так также расскажу вам что такое амортизированная сложность те кто хоть немного знаком с сложностями функции например знают что std вектор pushback работает за константу но возможно не все знают что это не честная константа это так называемая амортизированная константа что это значит это значит что почти всегда она работает за константу но иногда нет но вот эти иногда настолько редкие что мы можем считать что оно работает за константу вот объясню на примере pushback например у вектора есть внутренне зарезервированный кусок памяти если он кончается то его нужно расширить и вот на графике как раз видно что вот у нас заканчивается и мы расширяем заканчивается расширяем но то есть зачастую это константа но иногда это может быть не константа но в среднем будет именно так также более сложный уже вопрос как считать сложность рекурсивных функций например вот у меня тут на картинке приведен merge sort наверное все знают что он работает за n log n но как эта оценка была получена ну например рассмотрим что мы каждый раз делим пополам сколько раз мы так можем разделить логарифм n по основанию 2 и соответственно с каждой из этой поддельной части мы выполняем сумме n операций ну и получается ng но это так на пальцах я объяснил на самом деле есть более точные методы определения например мастер теорем не помню по-русски называется там вот есть общие случаи например вот merge sort под него подпадает и там просто вы подставляете некоторые коэффициенты формулу и получаете сложность работы вашей функции но иногда бывают случаи которые не подпадают под эту теорему и тогда необходимо использовать хотя к ребазе метод это более сложный метод которым больше считать нужно и он получает более точную оценку но это так уже углубленные знания когда таких точные оценки и не требуется также хочу отметить что асимптотика это скажем так не самое главное потому что иногда алгоритмы с худшей асимптотикой могут работать быстрее например взять тот же bubble sort он при маленьких n работает ну не сильно но быстрее чем quicksort ну это связано с всякими там выделениями памяти лишними работая со стеком и так далее а ну при если использовать quicksort а в bubble sort все очень просто два цикла и именно вот на маленьких значениях он может работать быстрее давайте рассмотрим пример это фрагмент реализации умножения карацубы что это такое ну вот например все мы умеем умножать столбик асимптотическая сложность умножения в столбик равна n квадрат почему потому что мы каждую цифру перемножаем с каждой потом суммируем есть метод который позволяет умножать числа быстрее чем за n квадрат если я не ошибаюсь карацуба работает за n в степени 3 вторых вот мы видим вначале что if len меньше чем len f ней то мы используем не вот этот наш сложный алгоритм а именно обычное перемножение которое асимптотически работает быстрее но по факту ой медленнее но по факту это выйдет быстрее при маленьких значениях n теперь я приведу вам асимптотические сложности контейнеров всем известный std-вектор функции вставки и удаление произвольного места работают за o от n это нужно знать также есть функции pushback и popback они работают за константу также оператор доступа к элементам тоже работает за констант ну соответственно поиск по нему обычный o от n если ассортированный массив то можно использовать поиск логарифм от n также показываю вам некоторый хак если вы хотите удалить какой-то элемент из вектора но вам все равно какая последовательность значений в векторе будет можно сделать так вы можете свапнуть тот элемент который хотите удалить с последним это за константу работает а потом сделать popback это тоже работает за константу то есть вы удалите элемент в произвольном месте за константу ну просто таким образом нарушится порядок элементов вот в чем отличие вот этой функции от erase но она работает за константу ну std dec тут все то же самое только есть две дополнительных функции popfront и pushfront которые также работают за константу ну больше добавить особо нечего то есть если вам часто нужно добавлять какие-то элементы в начало списка или удалять их с начала списка то используйте dec а не вектор потому что у него специальные функции для этого есть также поговорим о set unordered set map и unordered map std set и map это очень хорошие структуры данных они в своей реализации используют красно-черное дерево в котором все операции работают за логарифм то есть если вам часто нужно вставлять удалять и искать что-то то используйте set и map даже также есть unordered set и unordered map они работают вообще за константу казалось бы прелесть но тут проблема в том что нужно переопределить функцию хеширования если это не какой-то стандартный тип данных также для set и map нужно переопределить оператор меньше это очень хорошие структуры данных и иногда их полезнее использовать чем вектор или что-либо другое также некоторые операции с контейнерами например объявить какой-то вектор это константы сравнить два вектора равны ли они или нет ну я буду все векторами называть это линейная сложность почему потому что мы берем попарно сравниваем все элементы и пока мы не найдем какое-то различие то будем сравнивать и в худшем случае она будет работать n взять размер тут уже зависит от контейнера у некоторых это может быть константа у некоторых это может быть хуже не знаю что точно поэтому именно вот из-за этого если вы хотите узнать пустой ваш контейнер или нет настоятельно рекомендуется использовать функцию empty потому что она для всех контейнеров работает за константы если вы будете писать object size равно 0 то вы рискуете нарваться на линию ну так же сравнение векторов больше меньше вот точно так же как и сравнение равно тоже линейно взять итераторы на начало и конец это константа свапнуть два массива между собой тоже констант теперь рассмотрим некоторые функции из библиотеки стд алгоритм всем известный стд сорт скорее всего он реализован как интросорт это комбинация трех алгоритмов quicksort, hipsort, insertion sort надо отметить что quicksort и hipsort работают за n log n а сортировка вставками работает за n квадрат это вот как раз то о чем я говорил что асимптотика это не всегда самое главное при маленьких n сортировка вставками будет работать быстрее также есть частичная сортировка которая также работает за n log n и stable sort который работает за n log n в квадрате алгоритмы поиска обычный поиск линейный работают за o от n есть также есть лавр баунт и аппар баунт это вариации бинарного поиска лавр баунт ищет первое вхождение заданного элемента аппар баунт последнее вхождение не нужно путать их с binary search binary search просто проверяется ли это заданный элемент в массиве и все он не просто возвращает true или false то есть именно честный бинарный поиск это лавр баунт также хочу отметить что почему мы не можем всегда использовать например лавр баунт или аппар баунт потому что они работают только на отсортированных последовательностях это нужно помнить то есть если мы хотим один раз вообще во всей программе сделать поиск условно говоря то конечно мы будем использовать линейный поиск но если у нас есть какой-то массив к которому часто запросы поиска приходят то понятное дело что его лучше отсортировать а потом бинарным поиском искать также есть операции над множествами все они работают за n плюс m где n размер первого множества m размер второго тут ну все дефолтные операции над множествами есть кому интересно можете детальнее изучить также хочу отметить вот сейчас вспомнил когда у нас есть что вообще означает n плюс m почему мы не можем какой-то из них например отбросить или что-то в этом роде это означает что мы берем тот который больше то есть если грубо говоря если n больше чем m то сложность будет o от n если m больше чем n то будет сложность o от m также есть функции поиска минимума максимума функции min и min max работают за констант но они находят максимум и минимум среди двух элементов логично что они работают за констант также есть функции max элемент min элемент и min max элемент эти функции уже применяются к контейнерам и они работают за o от n также хочу отметить что если вам часто нужно искать минимум и максимум для этого есть подходящие структуры данных например бинарная куча в зависимости от реализации мы можем за константу находить либо минимум либо максимум ну ну например при одной реализации можем находить минимум за константу а максимум за логарифмотен ну или наоборот то есть смотря что мы храним в корне минимум и максимум также есть более простой вариант std set так как он реализован на красно-черном дереве можем минимум и максимум находить взяв просто begin и r begin это тоже будут соответственно минимум и максимум есть куча других структур данных которые также позволяют быстрее искать минимум максимум если вам нужно ну и в качестве бонуса немного это не имеет отношения к моей теме но просто думаю всем стоит знать что в семнадцатом стандарте выходит добавился так называемый std execution который позволяет средств стандартными средствами c++ распараллеливать программы например вот небольшой пример у нас есть массив там вроде на 10 миллионов элементов и мы сортируем его с помощью std сорт обычным способом и параллельным способом и вот видно что мы получаем выигрыш почти в два раза у меня на компьютере четыре процессора может при большем количестве процессоров там больше выигрыш будет то есть тут даже ничего делать не надо просто написал там std execution пар и все вот твоя функция в два раза быстрее работает вот список функций которые можно распараллелить также хочу акцентировать внимание на for each его тоже можно распараллелить распараллелить но нужно держать во внимание то что c++ именно этим способом не занимается синхронизацией потоков поэтому если вы используете for each то там нужно еще дополнительные средства использовать ну вот например с quicksort там вы просто написали std execution пар и все и он работает быстрее ну это все по моей презентации если у вас какие-то ко мне вопросы спасибо за доклад у меня вопрос по поводу тебя было алгоритм перемножения там какой-то видимо была константа называется аум наив или как это так ну какая-то константа который захочет алгоритм не это ну мы сами условно говоря выбираем но это какое-то маленькое число например там не знаю 50 30 мы можем эмпирическим путем вычислить самое оптимальное значение для конкретного алгоритма короче спасибо а ты не помнишь кстати есть ли постели бинарная куча уже готовая там есть ряд функций которые работают над функцией там что-то make heap и так далее там вот несколько функций но я не помню точно их название ну да там грубо говоря она уже готова но она не как структура а просто набор функций она из твоего вектора сделает heap допустим и она просто определенным способом расположена в векторе что там типа идет вершина потом первый который меньше второй который больше или что бы такое просто порядок будет как у хипа ну окей спасибо прохват ну вот смотри например знаешь ты как работает бинарный поиск да ну то есть мы берем у нас есть наша сортированная последовательность мы берем делим массив пополам смотрим если наш искомый элемент больше то мы заходим там в правую часть меньше в левую и так далее ну и то есть мы все время делим пока можно ну пока не пока либо не нашли либо пока не закончились элементы то есть сколько раз пополам можно разделить массив из n элементов сейчас я тебе скрин покажу вот у нас есть массив из восьми элементов и мы вот за три деления пополам ну максимум три раза пополам короче мы его можем разделить и вот и это как раз и соответствует значению логарифм по основанию 2 ну то есть ну то есть прикол просто в том что мы просто то то зменшуем у n ну ну да ну да логарифм от n меньше чем нет я в меню я в найдете типу можно сказать что в алгоритме что в алгоритме лог від n как то по алгоритму мы ну т.к. мы мы с меньшим колькість операций ну примерно так еще вопросы ну тогда всем спасибо